Привет, Страж! Сезон изобилия в самом разгаре. На канале вышла куча гайдов, на многое не хватало рук. Со многим я спешил, так спешил, что буквы путал в тексте. Так что в этом видео я предлагаю выдохнуть, налить себе чаю, давайте мы свежего чая, расслабиться короче. Хотелось сделать такой человый ролик в несколько новом формате для канала. Так что посмотрите, поставьте лайк, пишите как вам. Ну а я, Джонни Лейни, как всегда рад видеть тебя на канале Трипл Вайп. Есть в нашей с вами любимой игре много таких мелочей, о которых не сразу догадываешься, о которых вообще можешь никогда не услышать, просто играя с друзьями в шутырок на вечерок, однако которые могут удивить, увлечь, и которые будет круто потом обсудить на орбите со своими тиммейтами. Это и детали разработки, и скрытые пасхалки, и личные истории создателей игры, которые нашли свое воплощение в мире Destiny 2. Вот с одной такой истории мы и начнем. Разработчик студии Bungie, Амилз, в своем твиттере поделился историей создания персонажа Ада-1 из сезона Кузницы. Таинственная хранительница наследия Черного Арсенала получила свой характер, основываясь на опыте борьбы с тревогой Амилза. Именно из-за столь сильных личных переживаний создателя, персонаж получился живым, несмотря на эпизодичность ее роли. Аду тревожили вопросы доверия, сакральности. Игроки оценили персонажа по достоинству, а некоторые написали в ответ Амилзу, что Ада стала любимым персонажем в игре, что не могло не тронуть автора. В этом же трейде твиттера отозвался другой разработчик Bungie, из команды, работающей над Гарнилом. Он рассказал, что дату годовщины его свадьбы можно найти в описании карты Сектор 618 из первой части, и в описании режима Хаос во второй части. Политика об увечьях описана в разделе 6, пункте 18, освобождение от обязательств. И там, и там идут цифры 6-18. Не сложно догадаться, что речь идет про 18 июня. Очень личная пасхалка, да. Он же добавлял дату рождения сына в своих наработках для Quake 4. Теперь перейдем к более новым, скрытым пасхалкам, сезон Изобилия, текущий контент игры, где большинство стражей проводит время в этом сезоне. Паноптикум, да. Фарм пушек, выполнение триумфов, поиск фрагментов лора и марафоны от сундука до сундука. То, чем запомнится этот режим большинству игроков. Но в действительности тут есть несколько любопытных мелочей, которые опять-таки незаметны на поверхности. Например, название тех самых пушек, которые мы так старательно фармим. Обратим внимание на описание оружия. Артефакт с земли, переделанный так, чтобы соответствовать скромным запросам императора. И в самом деле, игроки из первой части Destiny легко узнают в образах этих пушек знакомое оружие. Айзлуна с сокольничей. ЛДР любимый. Матадор. Указ императора. Вот на снайперке давайте и остановимся. Интересную деталь заметил пользователь реддита. Аббревиатура LDR в английском разговорном расшифровывается как Long Distance Relationship. Отношения на расстоянии. А версия этой снайперки из второй части, которую как раз модифицировали для императора, называется «Любимый». Каосу как никому знакома тема больших расстояний, ожидания, так что этакий референс тут читается отчетливо. Ну а значение имени револьвера Сокольничей еще проще, но может и оно кому-то все же будет в новинку. Сокольничья – это владельцы хищных птиц, руководящие соколиной охотой при дворе императора. А зная разгульный и окруженный богатствами и развлечениями образ жизни императора Каоса, этот термин вполне вписывается в его философию. Но это так, мелочь. А вот оружие с рейда Корона Скорби тоже имеет некий референс к первой части. Все оружие с этой активности – это арсенал пробудившихся с рифа, переписанный с помощью голосов Улья. Поэтому мы и видим по корпусу этих пушек бесконечное количество рун. И опять же, обращаемся к первой части. Там мы можем найти эти самые пушки, но в первозданном виде, в красивом розовом цвете. Например, автомат ее правая рука – Her Right Hand. На рейде Корона Скорби он падает в новом обличье, но с отсылкой к прошлому в названии – Правая рука Гахалрана. И так с остальным вооружением. Да, игра слов читается только в английской версии игры. При локализации такие тонкие моменты зачастую сложно сохранять. Но вернемся в Паноптикум. Пользователь с все того же реддита под ником Harish Storm обратил внимание игроков на имя первого босса в Паноптикуме – Минотавра Хасапика. У всего есть значение. Хасапика – это не просто набор букв, а название греческого народного танца. Дословный перевод – танец мясника. Его исполняли греческие воины во время праздников. Ритмичные движения подчеркивали их боевой настрой. Ну а Минотавр – одна из ярчайших легенд в древнегреческой мифологии. Так что вполне закономерно, что идеи фольклора этого народа находят свое продолжение в именах этих противников из игры. Однако на имени этого босса история не заканчивается. Вы же помните локацию, в которой происходит наша битва с Хасапика? Да, верно. Театр. Босс, который назван в честь танца, на сцене. Маленькие гоблины выходят из-за кулис с двух сторон сцены. Ну а триумф за прохождение босса называется Layer for Drama – склонность к драме. Все очень даже театрально. К тому же стражи во время сражения будто сами танцуют с Минотавром. То и дело нам нужно ходить влево-вправо, в центр, влево-вправо, уворачиваясь от силовых стен, но словно танцуя. Поразительное внимание к мелочам. И в игре такие вещи то и дело встречаются. Скрытые послания в названиях локаций, заимствования из национальных культур и локальные мемы – все это есть, хоть это и не так просто иногда заметить. Если тебе было интересно послушать это все, если ты узнал что-то новое, ставь лайк, и я с радостью буду и дальше собирать такие истории для вас. Ну а если ты и сам знаешь о чем-то подобном, то обязательно пиши в комментариях, и может о твоей находке или наблюдении я и расскажу в следующем подобном ролике. А на сегодня пока все. Не забудь подписаться на канал, потрогать ссылочки в описании ролика, ну и счастливо!